Друзья, всем привет! С вами Fashion Vector Design и я, Чайковская Екатерина. Мы с вами рисуем в рамках челленджа 100 эскизов ОВД. И меня просили показать мужскую одежду, я решила выделить целый блок, и мы с вами порисуем разнообразные мужские вещи. Начнем с простого и усложним в более интересное, то есть, допустим, от футболок, рубашек, брюк, пиджаков и так далее. Чтобы собрать такую мужскую капсулу, вы понимали, как все это делается. Конечно же, постараюсь не просто показать, как рисуются эскизы, потому что уже до этого было много в этом плейлисте, сможете найти, а показать какие-то приемы, как можно с этим работать и что можно с этим делать. Соответственно, рисовать я буду вот на таком шаблоне мужской для технического рисунка. Есть он у нас на сайте, можно его скачать. Ссылочку оставлю под этим видео. Это шаблон мужской модельной фигуры, тоже нужно это понимать, потому что тех мужчин, которых мы видим, грубо говоря, на улице каждый день, они имеют разные фигуры, и здесь мы все-таки будем рисовать на модельную фигуру. У нас есть и раскачанный мальчик, такой атлет, где очень большой плечевой пояс. У нас есть модельная фигура 9 голов в росте, совсем высокий, тонкий, звонкий. Это такая вот усредненная фигура для мужчин, в принципе, хорошо подходит для рисунков футболок, джинсов и всего остального, достаточно они гармонично смотрятся. Ну и в принципе, не могу сказать, что прям вот совсем усредненные, да, кто-то выше, кто-то ниже, у кого-то ноги короче длиннее, но в целом очень можно это брать за основу, особенно в промышленном производстве. Данный шаблон вполне устраивает, только если у вас мужчины там, грубо говоря, 45+, там уже нужно брать фигуру, скорее всего, с животиком, потому что чаще всего это такая особенность физиологическая, и лучше рисовать эскизы сразу на нее, чтобы вы понимали, как это будет смотреться. Итак, мне нужна только половинка, соответственно, слой с шаблоном я блокирую, создаю новый, беру инструмент перышко, у меня будет черным цветом, контур единичка. Самый первый эскиз мужской мы начнем с футболки. Да, это немножко банально, но я думаю, что ни для кого не секрет, что футболка является одной из самых базовых вещей, которые есть в мужском гардеробе, поэтому пройти мимо данный момент я просто не могу. Мы ее отрисуем, и, ну, конечно, просто отрисовать футболку это как бы одно, а мы с вами ее сделаем с моделированием. Поэтому давайте сейчас начнем с половинки, как и на всех шаблонах. В этом шаблоне есть линия центра, от которой будет удобно отзеркаливать, для того, чтобы наши половинки у нас с вами были симметричные. Этим я буду заниматься. Можно делать некоторое выравнивание плеча, можно делать по тому, как вот здесь вот линия изгиба, то, что накачанная мышца. Это вы можете сделать так, как вам больше нравится. Я буду рисовать более такую упрощенную схему, но можно вот эти все рельефчики дополнительно показать, и будет как бы такой более восторжный. Как правило, футболка кроится по прямой, никаких здесь притальностей нет, но когда человек двигается, возникает легенький залом в этом месте, и вот так вот он будет смотреться. То есть, в принципе, есть облегающие футболки, которые как раз натягиваются на мужскую мускулатуру, и получается все вот это подчеркнуть. Но, как правило, вот это вот место, оно у нас у мужчин свободное. И плечевой пояс, он тоже бывает достаточно разный. Нужно понимать, что есть мужчины с хорошо развитой, сильной грудной клеткой, есть у которых она не настолько ярко выраженная и не настолько вот, ну как бы, раскачанная. Поэтому очень по-разному. Есть у которых, например, уже животик. И так, мне нужна обработка контуров. Сейчас мы сольем две половинки. Вот смотрите, база у нас получилась. Сейчас мы тут добавим всяких деталек, для того, чтобы удобно было с ней работать. То есть, вот такая основа основ. Вот базовая-базовая футболочка. Вот здесь сейчас рукавчики немножко поправим. Вот так. Вот. То есть, базовая-базовая футболочка. Вот эту точку тоже можно как бы поменьше ее сделать, можно побольше, в зависимости от того, какой эффект вы хотите произвести. Но, как правило, футболки делаются из достаточно мягкого трикотажного полотна. Они просто сядут на человека. И будет то, что будет. Как бы вам не хотелось это сделать по-другому. Так, что я сейчас сделаю? Я хочу сделать горловину, чтобы она у меня была абсолютно симметричная линия. Поэтому сейчас я вот так вот оп. Видите, какая горловинка получилась? Вот эта часть нам и нужна. Мы все разбираем. Так, видите, это лишнее. Это удаляем. Так, ну. Не разобралось. А, вот она неправильно сделалась. Сейчас это поправим. Вернем назад. Неправильно разобралось. И еще чуть-чуть побольше вот эту часть сделаем, чтобы пересечение было сильнее. Вот так. Вот. Разгруппируем. Это все уберем лишнее. Получим горловинку, которую вернем вот сюда. Вот. Соответственно, горловины на мужских футболках тоже бывают разные. Бывают более поджатые, давайте скажем так. Бывают более свободные. Ну, в зависимости от модели, она, конечно же, будет отображаться. Мы можем оставить вид, как будто бы на модели. А можем вот это место приблизить и показать, если, например, мы потом будем показывать без шаблона, что вот там у нас спинка, вон там у нас спинка. Вот эту точку сейчас подниму, потому что она не доходит до нужного момента. Вот. И, соответственно, эта спинка, она должна быть сзади, обязательно. и здесь вот мы показываем, что у нее есть тоже такая же тесеночка. Там вообще очень по-разному горловина у футболок отрабатывается, поэтому то есть можно показать, что вот так. Вот здесь может быть виден, почему еще хорошо рисовать вот так. У вас может быть здесь логотип, и вы можете его сразу туда прилепить. У вас может быть там вот здесь вот так вот дополнительная тесьма, которая будет закрывать шов и быть какой-то там декоративной. Часто это делают. Например, она может быть контрастного цвета или так далее, или вот еще что-то вот. Такое есть. Сюда еще потом вшивается лыбачок. Здесь может быть принт с размером. То есть там вообще внутри обычно очень много всего интересного происходит. и поскольку у мужской одежды как таковой там есть, конечно, где разгуляться, но не как в женской. Там бывают и принты мы какие-то делаем, еще что-то. Но вот эта база, в которой все ходят, как бы нам не хотелось, да, типа, ой, мы сейчас на дизайнере, а люди-то ходят в приблизительно как бы в определенном таком спектре вещей, да. То есть это джинсы, футболки, если что-то более офисное, там рубашки будут, пиджаки, кардиганы какие-то или джемпера, потому что те, кто офисные, у них будут вообще базовые джемпера какие-то, да. А те, кто у ребятов посвободнее, у них, может быть, там худи будут. Ну, в принципе, мужской гардероб, он не отличается таким безумным разнообразием. Ну, в общем-то, вот базовая горловина у нас с вами получилась. По низу что у нас будет? Ну, естественно, у нас будет подгибка. Это мы все отображаем. Вот, делайте пунктир одинаковый, чтобы было понятно, что там, как там. Вот, ну и по низу изделию такая же штука у нас с вами обязательно будет. Потом еще нужно прописать, на каком расстоянии разные бренды делают по-разному. Кто-то прям в край, но обычно где-то 3 сантиметра, 0,5 между строчками. Ну, надо, в общем, это все сделать. Вот, получилась базовая футболка. Такая штучка универсальная, в ней можно ходить каждый день. И мы видим очень популярно. Почему я показываю с футболки? Многие говорят, вот это скучно, неинтересно. Ну, потому что очень часто запрос идет именно мне нужна базовая футболка с каким-то принтом. Да, то есть, вот она футболка, она может быть в разных цветах, она может быть с принтом. Что мы от нее можем, в общем-то, отмоделировать? Давайте я вот так сейчас оставлю основу, чтобы она у нас таки была. И здесь мы будем моделировать на фигуре, потому что это будет намного удобнее. Сейчас покажу свою задумку, потому что хотела показать не просто рисунок в футболке, а хотела показать, что с этим дальше делать. Вот у нас база. Самое простое изменение, которое может быть в футболке, ну, я думаю, что вы сами понимаете, длина рукава. Когда мы рукав не зацепила, поближе возьму, мы берем с вами рукав и этот рукав удлиняем инструментом вот так, лосо, чпок, точки. Лосо инструментом вот так, чпок, точечки, чпок, 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 вот зацепила, плохо зацепила, вот так вот. И теперь их вниз. Вот, одну, видите, не поймала, но ничего. Соответственно, ну, такой-то рукав безобразия полное, да, его надо обузить. Обузаем с одной стороны, с другой стороны. Вот здесь надо добавить точку для того, чтобы понять, как он лежит у нас там по руке. Вот, смотрите. Сейчас мы только вот у этой части. Вот, видите, чем хорош шаблон. То есть мы понимаем, что вот здесь нам не хватает точки. Кстати, вот я когда работала с мужской одеждой, это очень частая проблема. Вот в этом месте не хватает ширины рукава. И мужчина просто туда не влезает. Надо всегда обязательно по конструкции это очень аккуратно смотреть, чтобы хватало ширины рукава. Даже если вы делаете его в облипку или вы делаете его свободным, должна быть у мужчины там внутри свобода. Потому что если этой свободы нету, то ему будет неудобно, он не сможет ее носить, даже если там... Ну, бывает такое, что мужчины сами не покупают, им покупают одежду. В общем, будет очень неудобно. В общем, вот оно, базовое наше изменение. Сейчас мы этот рукав, я не буду его второй раз рисовать, мы его просто отзеркалим, у нас получится футболка с длинным рукавом. Вот. То есть, имели одну футболку, получилось две футболки. Еще с этими футболками можно сделать очень интересный момент, можно сделать два в одном. я думаю, что вы видели такие футболки, когда поверх одной футболки есть ощущение, что вторая. То есть, мы вот так берем, убираем вот этот момент и, например, ставим сверху рукава. Естественно, они должны быть чуть шире, вот такие футболки, по крайней мере, мне встречались, когда рукав в рукаве. И делают их по-разному. Иногда действительно рукав в рукаве, а иногда он вот здесь пришит. То есть, нужно обязательно посмотреть, что там у нас за конструкция и как это будет выглядеть. Так что, вот такой вариант у нас. Видите, одна футболка, одна основа, у нас уже получилось три разных дизайна. Пока это все у нас в черно-белом виде, естественно, там цвета можно закрасить абсолютно любым. Сюда можно там расположить и принты, и все остальное. Здесь по-разному прокрасить. Я показываю именно сейчас технический момент. Что еще мы можем сделать? Естественно, поменять форму горловины. Имея нашу с вами футболку, мы вот сюда добавляем с вами точечку. Я поняла. Давайте войдем в режим изоляции. Вообще, режим изоляции, я когда только начинала работать, мне казалось, что это какая-то ерунда и вообще, зачем это нужно. Когда освоилась, поняла, что без него это вообще очень сложно работать. мы можем с вами по-разному сделать. Это может быть как уголочек, так и мягкий уголочек, так и круг. У мужчин тоже горловина имеет возможность видоизменяться, за что спасибо. И очень многие мужчины, кстати, с удовольствием носят, их называют V-образные вырезы. Я думаю, что понятно, почему, они на букву V похожи латинского алфавита. Соответственно, у вас может быть вот такой уголок и вы можете, как правило, он остренький делается. Вот этот уголочек вот так. Здесь у нас, смотрите, теперь не хватает глубины, естественно, мы это сейчас добавим. То есть, это назад пойдет и это тоже мы добавим. пока смотрится странно, мы сейчас это уберем назад. Это что такое? А, это мы поправили не то, что надо. Это мы поправили основу нашу с вами. Основу надо оставить, как она есть. Вот. Вот так. Соответственно, вот сюда и вот сюда сместить. То есть, просто основу немножечко видоизменяем, показывая, что вот здесь будет горловина. Соответственно, можете прям острый угол иногда хорошо чуть-чуть поскругленный рисовать, но это зависит во многом от вас. вот это задняя часть. Соответственно, давайте вот это все назад уберем. Вот. А это сделаем с цветом. Правим теперь линию, чтобы она была там более ровная у нас, да, чтобы не было никаких кривизны. Вот здесь, как правило, будет стык. получилась футболочка уже с так называемым V-образным вырезом. Четвертый вариант футболки. Как видите, база базой. А мы пока еще даже ни одного кармана не пришили. Я не говорю про моделирование, например, при помощи принтов и всего остального. Что мы можем дальше делать с нашими футболками? Пришивать карманы, менять какие-то соответственно горловины. Ну, например, вот эту горловину можно дальше видоизменить. Вот она у нас V-образная уже есть. Мы можем взять, сказать, что хотим так будет проще просто, если заблокировать, на новый слой взять, чтобы у нас не цеплялось другого слоя. Вот так же горловина будет идти, вот так будет уходить в такую маленькую планочку. сейчас планочку поправлю и на ней пуговки будут. Вот вам еще один вариант футболки, который как бы вполне себе востребован и имеет место быть. Сейчас мы поправим просто форму, будет нормально смотреться все. То есть я, по сути, даже особо не перерисовывала тот эскиз, который был. Я вам сейчас показываю базовое моделирование, особенно вот в мужском, оно как бы такое всегда очень на деталях. Будете там копаться во всех этих отстрочках и всем остальном, потому что по-другому не получается. Теперь нам нужна вот эта штука. Чтобы ее заново не рисовать, мы возьмем с вами инструмент ножницы, вот здесь ее разрежем. Теперь возьмем вот эту часть, она у нас разрезанная, добавим ей точку, точку, точку и точку. Так, приближаем и разбираемся вот с этой ерундой, которая у нас тут получилась, потому что это не есть красиво. Так, так, и что же у нас тут такое происходит, что мне так не нравится? вот эта точка мне не дает покоя, вот она. Соответственно, все проправляем, вот это надо бы между собой нам соединить, не хочет соединяться, какая странная штука. Ну, давайте все-таки мы придумаем, как ее собрать вместе. Так, раз, и два. Соединить. Вот, видите, все соединилось. Так, планочка должна быть одинаковой толщины, здесь всю кривизну с вами выправляем, здесь тоже сейчас точечку мы уберем, и вот это место тоже сейчас как-нибудь мы смягчим, а то больно оно некрасиво смотрится. так, это у меня что мешает мне, вот то, что мешает сейчас и поправим, вот. Теперь на эту красоту мы можем с вами добавить пуговки и, соответственно, дело в шляпе, как говорится. Давайте добавим пуговки. Ой, а что это такое вылезло некрасивое? ай-яй-яй 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 не должно торчать. Эта штука сверху, соответственно, она должна все лишнее перекрывать. Так, если не хватает, значит, сейчас мы поправим вот так. И вот эту линию тоже, она должна быть аккуратна, параллельна. Так. Всю ненужную кривизну убираем. Угу. Здесь тоже сейчас так опа. И вот эту точку тоже чуть-чуть во. Поправили. Так, я рисовала пуговицу. Пока отвлеклась. Соответственно, пуговица будет стандартная, четырехдырочная. Раз. раз. Кстати, иногда, когда уже не знают, как изгольнуться, показывают, как пришита пуговица. Она может там крест-накрест быть пришита и так далее. В общем-то, по желанию. Так, два, три, четыре. Сейчас мы бывают костные и все остальное, но это уже по дизайну. Так, она у нас должна быть маленькая. И петелька, тоже, в которую она вшивается, должна быть маленькая. не хочет она у него выжиматься. Соответственно, сейчас я ее нарисую сразу по размеру, чтобы у меня все было правильно. Петли на планке могут быть вертикальные и горизонтальные. Тоже на это обращайте внимание, как вы хотите расположить. Задавайте этот момент. Вот. Так. У меня оно будет все сейчас мы сгруппируем все вместе, чтобы вот эта вся красота у нас единым образом соединялась. Вот. Сгруппировать. Оп. И на передний план, конечно же. Почему не выходит? Потому что у нас вот это на разных уровнях. Сгруппировать, разгруппировать. Так. Не там собралось. Ну ладно. Сейчас мы это все соберем на одном слое. Сгруппировать, разгруппировать. Control. Так. А пуговка где моя? Убежала. Пуговица моя убежала. Вот она. Control-C. Delete. Так. Сгруппировать. Разгруппировать. Control-V. Собрали все на один слой. Ну, на мой взгляд, самый быстрый способ. Там можно, конечно, по-другому еще поизгаляться. Но я такое использую. Мне так быстрее и комфортнее. Два. Три. Четыре. Вот такой вариант у нас в футболочке получился. Ну, как вы понимаете, что не буду здесь показывать, да. Такой воротник может быть на футболке с коротким рукавом и на футболке с долинным рукавом. Поэтому можете это использовать. И еще один вариант, когда у нас, например, с вами все как есть, все хорошо. Вот здесь мы добавляем вот так вот штучку. И вот здесь у нас вот так вот добавляется планочка. Вот такая вот планочка. Вот. Сейчас мы ее сделаем поуже. белым цветом. Так. Вот. По краю дадим отстрочку, конечно же. Так. Будет у нас отстрочка. А и пуговки. Так. Пуговицы можно распределять равномерно. Это все по желанию. Здесь тоже нужно смотреть, какой мы хотим хвостик. Острый или гладкий. И, соответственно, вот у нас получилась с вами такая штучка. Еще один вариант. пуговицы. Конечно, конструктор скажет, что это изменения, и там надо это все доделывать. Я его понимаю. Но для дизайнера это вот и есть как раз тот дизайн базовый, который мы будем с вами делать. Вот. Нарисовав одну базовую футболку, мы получили с вами шесть разнообразных вариаций. Давайте я футболку верну сюда, чтобы у нас основа была. Сегодня не буду показывать цвет. Сегодня буду показывать именно вот дизайн. Да? Когда мы делаем моделирование, то есть вот смотрите, один человечек, и ему предлагаем шесть разных футболок, абсолютно носибельных. Я думаю, что здесь можно еще дальше варианты крутить. Разные горловины примерить на длинный рукав, на короткий, потом сделать футболку, например, пришить по низу резинку, по низу рукава резинку и так далее. Вариаций работы с футболками очень много. Это база, это основа, это то, что люди носят каждый день, и это тоже очень нужно. У мужчин дизайн немножко другой. То есть если мы говорим про женщины, это как правило какие-то формы, там платье, летящие драпировки, туда-сюда. Базовая одежда у мужчин, у них бывают какие-то выверты там со смокингами и всем остальным, но база, она будет вот здесь. Это когда моделирование на деталях, когда хорошая базовая основа, и на ней уже пошли разнообразные выверты. Сделайте, попробуйте, ну и сами представьте, сколько здесь еще можно вариантов добавить, если мы еще не делали, не добавляли никакие карманы, не мешали между собой рукава, они добавляли манжеты, и я вообще не показала работу с цветом. Оно все черно-белое. А представьте, что мы на каждую футболку еще сделаем разные цвета, разные принты, где-то добавим логотипы и так далее. И вот у нас уже полноценный дизайн коллекции из одних только мужских футболок. На сегодня все. Пишите, что еще хотите порисовать, а мы с вами скоро увидимся. Не забывайте подписаться на канал и поставить лайк, если вам нравится то, что я делаю, и эта информация для вас полезна. Пока-пока!